Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Александр Шерин предложил вариант сохранения жизни детей, мамы которых, к сожалению, принимают решение об аборте без медицинских на то показаний. Эта проблема в стране стоит очень остро, ведь по статистике каждая вторая российская женщина хотя бы раз в жизни пошла на прерывание беременности. После этой процедуры от 20 до 30 процентов из них в дальнейшем уже не имеют возможности повторно забеременеть. Депутаты хотят позаботиться как об этих женщинах, так и о будущих детях, дав им шанс на жизнь, тем самым повышая численность населения страны. Таким образом, если законодательная инициатива вступит в законную силу, любая женщина, внутри себя решившаяся на аборт, не ограничится одной беседой с участковым врачом и психологом. Мы предлагаем при проведении беседы психологу предложить этой женщине сохранить беременность. За это она получит материальную компенсацию в размере 250 тысяч рублей. Денежные средства выплачиваются только после того, когда человек принимает, соответственно, решение этого ребенка сохранить и оставить на воспитании государства, если женщина принимает такое решение. Если женщина, надеюсь, получить эту компенсацию, отказалась от аборта, родила ребенка, а потом в ламе проснулись материнские чувства и она решила оставить этого ребенка, то соответствующую денежную выплату она не получает. Таким образом, мы исключаем вариант того, чтобы создавались имитации якобы желания произвести аборт, чтобы получить эту выплату. Пока статистика говорит о том, что сейчас немногие из тех женщин, которые колеблются между абортом и рождением ребенка, выбирают второе. По мнению депутатов работа ведется недостаточно хорошо. Часто я, конечно, так уж прям не могу сказать, но, скажем, на 10 всего одна оставляет беременность. Депутаты считают, что выплата в 250 тысяч рублей все же поможет склонить большую часть женщин к рождению ребенка. У ребенка два варианта. Еще раз обращаю внимание. Ненормальная ситуация, когда ребенок попадает в детский дом. Ненормальная ситуация. Еще более плохая ситуация, когда ребенок даже не родился. Вот речь об этом и идет. Ребенок поступает на воспитание и дальнейшее развитие в детский дом. Там, возможно, у него появится нормальная благополучная семья. Возможно, она у него не появится, его не сыновят. Он вырастет, будет достойным гражданином Российской Федерации. Вот тот ребенок, чья мать не захочет брать эти 250 тысяч рублей, чья мать все-таки примет решение сделать аборт. У него не будет шанса быть рожденным, у него не будет шанса оказаться в детском доме, у него не будет шанса вырасти, выжить и обрести какую-нибудь приемную семью. Вот об этом говорит этот закон. Если закон вступит в силу, депутаты надеются, что благодаря нему многие из беременных женщин после рождения ребенка все же оставят его в семье. Потому что многие из тех, кто ранее решился на аборт, через несколько месяцев начинают жалеть о содеянном. А в этом случае, так или иначе, у женщин остается шанс подумать и принять правильное решение.